Ну че ты где? Ну она не заводится, она не заводится, че я сделаю? Короче, мне пофигу как, чтоб через 15 минут был здесь. Да, окей, скоро буду, да. Заводы пустуют, зато каждый второй блогер, работать некому. Спасибо большое, до свидания, до свидания. Привет, я Макс. Не так давно мы с вами смотрели на готовый комплект игрового места с Wildberries за 40 тысяч рублей. С креслом, столом, компьютером, моником и всем остальным. Конечно, сетап оказался просто ужасный, но в конце я упомянул, что если видео вам понравится, мы обязательно соберем свой комплект за те же деньги, только уже адекватный, за которым будет, ну хотя бы приятно находиться. И видео вам понравилось. А это значит, наша цель сегодня, за те же бабки с нуля создать себе клевое рабочее и игровое место. По-настоящему красивое, удобное и чтоб можно было похвастаться друзьям. Задача ясна, будет интересно, погнали. Сперва давай уточним два момента. Первое, прошлый комплект после апгрейда встал нам в 45 тысяч рублей. А значит, чтобы сравнение было честным, этот комплект мы тоже будем собирать за 45 тысяч. И второе, все, что было новым в прошлом комплекте, мы тоже берем новым. Соответственно, все, что было бэушным, берем бэушное. С этим уяснили. Сперва основа. Стол. Как вы помните, на прошлом с трудом помещались все девайсы, а коврик и вовсе был размером больше столешницы. К тому же он изначально выглядел как школьная парта, и собрать красивый сетап с ним было невозможно. Однако, немного посидев на ВБ, мы нашли одновременно большой, красивый и, самое главное, недорогой вариант. Это белый столик в стиле лофт за 2300 рублей. Комплект элементарный. Одна столешница, две металлические ножки и 16 саморезов. На сборку, как обычно, 2 минуты. Справится даже ваш кот. Конечно, при наличии у него шуруповерта и биты PH2. Сравните сами. Он выглядит в разы круче предыдущего. И самое главное, на нем можно нормально расположить локти, и они не будут при этом свисать по краям. По степени шатания 7 шатаний из 10. Он весьма устойчив. В своих видео я регулярно рассказываю о компьютерных сборках под любой бюджет и задачи. Но порой бывают случаи, когда нужно срочно разобраться с какой-нибудь задачей, вроде запуска пэт-проекта, выполнения лабы или создания своего бота. А под рукой нет нормального ПК. На самом деле, такая проблема легко решается, ведь можно перенести свои задачи на серверы VScale. VScale – это дружелюбные провайдеры IT-инфраструктуры, где можно быстро, легко и, что самое главное, недорого задеплоить свой проект. Здесь есть выделенные и облачные серваки с почасовой оплатой. Минимальная цена за час всего 14 копеек. Вы вообще когда-то видели такие цены? У VScale есть и более жирные конфиги, например, серверы с GPU. Вдобавок вы получаете 1 гигабит в секунду безлимитного интернета, а на облачных серверах есть даже гибкое управление дисками, от обычных HDD до шустрых NVMe. И все это легко настраивается через удобную панель управления. В дальнейшем команда VScale планирует расширяться, и в частности добавить Managed Kubernetes и облачные базы данных. Так что если задумывались о недорогом сервере, то переходите по ссылке в описании или QR-коду на экране, и тестируйте услуги VScale. А еще, если приведете в VScale друзей или коллег, то получите до 100% кэшбэка от их трат себе на баланс. Так что залетайте в крутую VScale панель и работайте с комфортом. Теперь нам нужно на что-то сесть. Мы собираем игровой сетап, а это значит кресло в нем тоже должно быть игровое. И не как в комплекте с Wildberries, а нормальное. Например, вот этот Game Lab Nomad за 5200 рублей. По сути, это самое дешевое игровое кресло, которое я вообще смог найти, не считая, конечно, бэушных вариантов. И мне было крайне интересно посмотреть, что оно из себя представляет за такие-то деньги. Вариантов обивки было два, эко-кожа и ткань. Однако, судя по фоткам из отзывов, в коже это кресло смотрится, ну, просто отвратительно. Поэтому я выбрал второй вариант. И, судя по всему, не прогадал. Инструкция сразу отправляется в мусор, потому что в сборке кресел я профессионал. Весьма странное решение крепить спинку только через пластиковый подлокотник. Во-первых, это не слишком надежно. А во-вторых, это лишает нас, ну, хоть какой-нибудь настройки спинки по наклону. Я попробовал это исправить, получилось так себе. Поэтому прикручиваем все как есть. Кресло готово. И первое, что хочу сказать, оно определенно лучше, чем прошлое. Причем, как внешне, так и по удобству. За свои 5000 я вижу тут только один минус. Оно весьма маленькое в целом. И спинка, и сидушка. Людям с ростом выше 180 оно точно не подойдет. В остальном есть все задатки взрослого игрового кресла. Подушки под шею и поясницу, приятный материал обивки. И внешний вид, как будто его только что сняли с дрифт-джигуля. Окей, теперь нам есть на чем сидеть, зачем сидеть. Но пока непонятно, а для чего сидеть. Поэтому погнали смотреть на периферию. Монитор. По тесте в казахско-китайский Сункар из прошлого ролика, желание экономить на Монике сразу отпало. Он был плох буквально во всем. Устойчивости, цветопередачи, разрешения, углах обзора. Ну, хуже монитора трудно представить. Так что в наш комплект я решил взять, ну, как бы так сказать, не говно. Встречайте, Xiaomi Redmi G24. На, кто бы мог подумать, 24 дюйма. Это, опять же, самый дешевый из всех игровых мониторов. Но даже при этом он раз в 50 лучше прошлого Сункара. Самое главное, здесь обещают настоящие 165 Гц. А значит, игровой он не только на словах. Бонусом выглядит Моник очень стильно. Не пытается ввести тебя в гипноз своими раскачиваниями от малейшего касания. И стоит всего 7900 рублей. С таким ценником ему вообще нет конкурентов. Ну, даже на Алиэкспрессе. Если все, что нам обещают, окажется правдой, то это просто клад. Узнаем об этом в тестах. А пока разберемся с периферией. Раньше я как-то об этом не задумывался. Но прошлый комплект показал, насколько важны девайсы. И как сильно они влияют на общее восприятие от работы с компом. Неважно, ПК у тебя за 10 тысяч рублей или 10 тысяч долларов. На хреновой периферии сидеть за ним будет больно. Так что с ней обосраться, ну, никак нельзя. Спойлер у меня получилось. Но об этом чуть позже. Коврик. В отличие от создателя прошлого комплекта, перед заказом я решил все-таки уточнить размеры, чтобы случайно не купить игровую скатерть. Критерии стильно, недорого и без ЛГБТ подсветки. В итоге с того же Валберис за 500 рублей взял вот это ноунейм чудо. На столе смотрится классно, на ощупь приятный, мышка скользит отлично. А большего от него и не требуется. Вот что вы чаще всего держите в своей руке, сидя за компьютером. Ага, а на втором месте, правильно, мышка. Так что к ее выбору стоит отнестись серьезно. Из кучи псевдоигровых мышей на ВВ я нашел ее. Это Attack Shark X3. Внешне почти полная копия известной в киберспорте Logitech Superlight. Только не за 12 тысяч, а всего за 2 500. В моей руке она лежит просто супер. И с начинкой здесь тоже все отлично. Внутри один из лучших сенсоров Pixar 3395. И как вишенка на торте, она беспроводная. Работает по Wi-Fi или Bluetooth. Но можно и по классике через Type-C. Он здесь тоже в комплекте. На самом деле, вот этой находкой я прям горжусь. Очень вряд ли можно купить мышь с похожими характеристиками за те же 2 500. Не говоря уже о том, чтобы сделать это дешевле. Сразу скажу, все ссылки на мебель и периферию будут в моем ТГ-канале. Ссылка на экране и в описании. А пока клавиатура. Задача найти что-то лучше, чем Лимейде. И конечно за адекватный ценник. В итоге я выбрал, ну если не лучшую, то как минимум одну из лучших клавиатур за свою цену. Опять же по моему мнению. Встречайте Киберлинкс ZA63 Pro за скромные 2900 рублей. За эту сумму мы получаем, внимание, 63 механические клавиши, 3 типа соединения по Bluetooth, Wi-Fi и Type-C, Hot Swap и конечно же любимую RGB подсветку. Она тут кстати не только на клавишах, но и по бокам. Смотрится интересно. Внутри свечи TNT Yellow с приятным негромким нажатием. Также в комплекте есть сменные оранжевые кейкапы на пару клавиш. Если захотелось что-то поменять в своей жизни, а идти в тренажерный зал лень. В целом крайне годный девайс, что по внешнему виду, что по начинке. Из косяков только эффект песка при нажатии некоторых клавиш. Заводской смазки тут нет, так что ничего удивительного. Плюс не забываем держать в голове цену. 2900 рублей для красивой механики это просто подарок. Возможно вы спросите, Макс, почему ты так ее расхваливаешь? Тебе что, заплатили? Нет, друзья. Просто в описании клавиатуры мне угрожали. Звук. Казалось бы, найти что-то лучше, чем USB колонки, не составит большого труда. И шанс обосраться здесь крайне мал. Можете меня поздравить, я смог. Но обо всем по порядку. Попытки выжать максимум из бюджета провели меня мимо всяких Defender, Афотеч и Свен в самые глубины Валберис, где я и нашел их. Стир VX501 KIKU за 2500 рублей. Само собой сразу подкупил внешний вид. Они очень красивые, еще и с подсветкой. Плюс есть возможность подключить их и по блютузу, и по проводу. В комплекте съемный микрофон, кабель Type-C для зарядки и стандартный 3.5 джек. Вроде бы все классно, но у наушников помимо дизайна есть еще одна важная характеристика. Звук. Из динамиков он плюс-минус нормальный, но послушайте тест их микрофона. Раз, два, три. Раз, два, три. Проверка звука. Раз, два, три. Я как будто говорю в консервную банку с ниткой. И на десерт подключить их к ПК по проводу так, чтобы работал и микрофон, и наушники одновременно, ну, у меня не получилось. Комп просто не распознает их как гарнитуру. Чтобы они заработали, нужно или вставлять их в телефон, или докупать специальный переходник. Но об этом ни слова в описании. Ну, серьезно, как можно было не продумать такую элементарную вещь? Это ж в первую очередь гарнитура для компьютера. Короче, два балла из десяти. Как говорится, искал медь, а нашел кал. Поэтому сюда я взял уже знакомые уши, которыми сам пользуюсь четыре года. Это мои рабочие Seid Snow Wolf. В них почти нет баса, они только проводные, и да, выглядят они не так стильно, но, черт возьми, это единственные наушники из моего опыта, которые вообще не ощущаются на голове. Я сижу за компом 24 на 7, и поверьте, этот фактор гораздо важнее, чем может показаться на первый взгляд. Музыку в них не попишешь, но для игр и работы однозначно подходят. Тем более за свои 2300 рублей. К тому же микрофон здесь раза в два лучше. Раз, два, три, проверка звука Seid Snow Wolf. Пушат, бэ, на мид, быстрее. Блин. Итак, игровое место практически готово. Все вышеперечисленное обошлось мне в 23 550 рублей. А значит, что на компьютер остается чуть больше двадцатки. Начнем в этот раз с корпуса. Это МакУб 110, в кто бы мог подумать, стильном белом цвете, от компании Deepcool. Взяла я его на Авито за 2100 рублей. Честно, мне всегда нравился этот кейс, и круто, что получилось выцепить его по вкусной цене. Затем платформа. Собирать будем на 1151 сокете, и единственный проц, который не говно и влазит в наш бюджет, это Intel Xeon E3-1270V5 за 2700 рублей. Если вы смотрели вот этот ролик, то знаете, что с 1151 сокета Intel запретили устанавливать Xeon в обычные десктопные платы. Однако, щепотка магии и программатор с прищепкой решат все наши проблемы. Ну, за исключением сессии через месяц. С этим разберемся позже. А пока материнка. Это MSI Bazooka Plus на B150 чипсете. Почему именно она? Все просто, она нахрен никому не нужна, как и в целом чипсет B150. Аж 110 скупили майнеры, Z170 растащили любители мутантов с Алика, и один я вечно закупаюсь неликвидом и сижу радостный. Взял ее за 2600 рублей с Авито, просто потому что она красивая. Но в целом нам подойдет любая плата на B150 чипе. Оперативка. Это две планки Crucial по 8 гигов каждая. Взял ее на том же Авито за 2000 рублей. Конкретно это с частотой 2600 МГц. Но материнка в любом случае урежет ее до 2100. Так что подойдет опять же любая DDR4. Минус у нее только один. Отвратительный зеленый цвет, который мы спрячем за двумя радиаторами под HyperX. Взял их с Азона, на все про все вышло 500 рублей. Две минуты работы, и согласитесь, так намного лучше. С платформой вопрос решен. Теперь нужно разобраться с охлаждением. Можно было бы взять какую-нибудь башню с Авито, но это слишком просто и скучно. Поэтому встречайте пожилая взорванная водянка от Deepcool за 600 рублей. Как вы могли заметить по рваному патрубку, она далеко не в идеале. Тем не менее, я залил туда дистиллированной воды, проверил помпу и она работает. А это значит в теории, если просто заменить патрубки и прокачать ее, у нас получится отличная водянка по цене бюджетной башни. Чем занят? Да вот ищу, где комп собрать. Ну, посмотри на бюшки. Да не, я хочу новое. А, ну могу посоветовать пару магазов, например... Так, стоп! Я за сборку платить не собираюсь. Тогда тебе точно в Регард, там сборка бесплатная. Слушай, а им можно просто накидать все мои хотелки, чтобы Регард по ним собрал мне комп? Само собой. Без проблем все покажут, расскажут, соберут и протестируют. Погоди, а они разве не в Москве? Как они привезут-то его? Парни возят компы по всей России. Это не проблема. А если что-то отломается, пока они будут везти? Не отломается. Они все жестко фиксируют пенопакетами. Еще и гарантию дают два года. Ничего себе. Звучит как план. О, тебе тоже интересно? Тогда смотри ссылку в описании. Твой новенький комп уже заждался в Регард. По видюхе сложнее. Изначально я хотел поставить сюда GTX 1070, как в прошлом ролике. Но большинство латентных специалистов из комментариев заверили меня, что взять ее за такие деньги просто невозможно. Что ж, им виднее. А в эту сборку мы возьмем Sapphire RX 590 на 8 гигов. Чтоб вы понимали, по производительности она чуть слабее, чем GTX 1660. Зато стоит стабильно на 3-4 тысячи дешевле. Сейчас такую без проблем можно взять за 8 тысяч рублей. Главное, после покупки не забудьте ее хорошенько обслужить. Карта не новая, а верить продавцам о еженедельной смене термопрокладок я бы не стал. Блок питания. Честно, очень хотелось взять новенький Chiftec Atmos на 850 ватт. С голдовым сертификатом, модульной конструкцией и всеми видами защит. Но денег у нас нет. Так что закатываем губу обратно и берем First Player Black Sear на 500 ватт. Естественно, бэушный за 1800 рублей. Нормальный бюджетный блок со всеми нужными разъемами. SSD взял формата M.2 от Apasser на 256 гигов. Также с Авито. Материнка позволяет нам его поставить, так что почему бы и нет. Все, теперь у нас в наличии все комплектующие для сборки. Но, как вы помните, чтобы все заработало, материнку сперва нужно перепрошить. Подробно останавливаться на этом не будем, иначе станет немного душновато. Но вкратце, просто цепляем прищепку к микросхеме биоса, вставляем программатор в комп, сливаем дамп и в программе Coffee Time добавляем туда микрокоды от инженерников Skylake. Все. Если вам эта тема интересна, пишите в комментах. Сделаю подробный гайд на второй канал. Готово. И под конец водянка. Я замерил диаметр штуцеров на радиаторе и в ближайшем строительном магазине нашел просто идеально подходящие нам патрубки. Взял 1 метр за 110 рублей. Их мы нарезаем, оборачиваем в голубую оплетку из того же строительного магазина и по краям все фиксируем термоусадкой. Вуаля, новые шланги готовы. Причем выглядят они даже лучше, чем заводские. Еще и к видеокарте по цвету подходят просто идеально. Ставим их на место, заливаем в систему обычную дистиллированную воду, хорошенько прокачиваем контур с помощью обычного шприца и готово. Никаких дополнительных хомутов по краям ставить не нужно. В водянке почти нет давления. Если нормально подобрать все патрубки, то ничего и никогда не протечет. Все, технически она теперь полностью рабочая. Но раз уж у нас есть оплетка в цвет видеокарты, предлагаю немного подкрасить и остальные детали водянки. Например, крышку на помпе. Здесь мы аккуратно малярным скотчем заклеиваем центральную часть, а окантовку будем красить в тот же самый голубой цвет. Плюс я докупил сюда вот такой вентилятор от Pentowave. И его рамку мы тоже будем красить в голубой. Нашел вроде как идеально подходящий по цвету баллончик, хорошенько залил все краской прям в офисе. И спустя 5 часов вот что получилось. По-моему, это очень стильно и определенно лучше, чем было изначально. Что ж, осталось только собрать компьютер, разместить сетап и посмотреть, что у нас вышло в итоге. Погнали! Субтитры сделал DimaTorzok Стоит ли вообще говорить о том, насколько это красиво? И даже не в сравнении с тем ужасом, который нам прислали в прошлый раз готовым комплектом, а вообще, вот это можно без зазрения совести назвать настоящим игровым сетапом. Все от стола до мышки смотрится гармонично. И я сам даже не ожидал, что получится так круто. В итоге на компьютер ушло 22 300 рублей. И весь комплект выходит в 45 900. Хорошо, внешним видом этого всего я очень доволен. Но осталось главное, проверить, насколько этот игровой сетап вообще игровой. Давайте тестить. Первое на очереди CS2. Высокая графика, Full HD. И при таком раскладе компрессует нам суперстабильные 110-150 кадров в секунду с идеальным графиком фреймтайма. Однако температуры и там, и там отличные. При условии, что видеокарту я настроил на максимально тихую работу, в закрытом корпусе 70 градусов, это отличный результат. В итоге, играть одно удовольствие. Затем моя любимая Last of Us Remake. Тут, само собой, минималки, Full HD. И мы все равно не дотягиваем до заветных 60 FPS. С другой стороны, главное, это стабильность. И FPS-ов тут хоть и не так много, зато игра не фризит и не лагает вообще. Так что поиграть в нее тоже можно. Отдельное спасибо стоит сказать монитору, мышке и клавиатуре. Они прям зарешали. Девайсы очень удобные. И ни в какое сравнение не идут с теми, что были в прошлый раз. Forza Horizon 5. Здесь я выставил высокие настройки. И компрессует нам идеальные 80-100 кадров в секунду. За все время тестов ни единого фриза. И даже меня, признаюсь, это удивило. Проц при нагрузке в 50% нагрелся до 45 градусов. Водянка, даже односекционная, определенно решает. Честно, у меня нет цели как-то дико расхвалить наш сетап вместе с компьютером, но он, правда, меня очень радует. Ну и под конец, например, Atomic Heart. Игра сложная, так что ставим низкую графику. В итоге от 70 до 100 FPS с хорошим графиком фрейма. Видюха работает на все 100, а процессор также лишь на 50%. Играть очень приятно. Что в итоге? Изначально, когда я только заказывал все компоненты для нашего сетапа, я примерно представлял, что должно получиться на выходе. Более-менее красивое рабочее место с нормальным компом. Всем спасибо, всем пока. Но вот это превзошло все мои ожидания. Правда, я не думал, что получится настолько круто. Сравните. Оба комплекта по итогу обошлись мне в плюс-минус 45 тысяч рублей. Да, понятно, что в цену комплекта с ВБ включена еще наценка от продавца, но в данном случае это нахрен не важно. Мы сравниваем их, потому что и на первый, и на второй я потратил одинаковую сумму. Само собой, мой будет лучше. Главное было понять, на сколько. И я думаю, разница даже не нуждается в комментариях. Не знаю почему, но мне прям понравилось делать этот ролик. Если вам он тоже понравится, и я это увижу, попробуем в будущем собрать еще один сетап. Но за какую-нибудь другую сумму. Можем сделать это вообще отдельной рубрикой на канале. Все зависит от вас. Кстати, на моем Рутюб канале сейчас тоже выйдет парочка эксклюзивных роликов. Посмотреть можно будет только там. Если интересно, ссылка в описании. Ты досмотрел это видео до конца. Спасибо. Для меня это правда много значит. Если оно тебе понравилось, ставь лайк, подписывайся на канал. И вот это вот все. Совсем скоро увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok